Распорядок дня, простой сон и еда Ванечку недавно перевезли в дом ребенка. Пока не пришли все анализы, он находится в карантинном отделении. Он практически не отстает в нервном психическом развитии, уже прослеживает, фиксирует взгляд. Но головку-то еще не держит, а так появилась первая улыбка у него. Так что пока все хорошо. Детей в возрасте до года в доме ребенка не более 10. Как правило, много желающих забрать таких малышей. Приемным родителям приходится ждать до полутора лет своей очереди на усыновление. Процедура непростая. Сначала дети передаются под опеку. Если в течение полугода родители не вспоминают о своих правах, ребенок получает новые свидетельства о рождении и новую семью. Условия нельзя назвать жестокими. Многие родители, которые сначала хотели отказаться от своих детей, как правило, меняют свое решение. Мы стараемся на три месяца брать детей. Для того, чтобы мама хотя бы не забывала, что у нее есть ребенок. Через три месяца она должна обязательно прийти и продлить это соглашение. А если она не пришла, если мы ее вызвали, она не пришла, второй раз вызвали, то составляется акт об оставлении ребенка и документы подаются в суд на лишение родительских прав. Банечку тоже готовят к усыновлению. Комиссии проводится два раза в месяц. Он поступил в дом малютки как раз накануне очередного заседания. За историей этого малыша следил весь город. Его 10 марта собственная мать выбросила в мусорный контейнер сразу после родов. Малыша нашли случайные прохожие. Они вызвали скорую, которая сразу же отвезла его в перинатальный центр. Он был в очень тяжелом состоянии и врачам буквально пришлось бороться за его жизнь. Женщину задержали представители правоохранительных органов. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». В органы опеки направлены материалы о лишении ее родительских прав. Кроме того, женщина пройдет медицинское освидетельствование. Окончательное наказание для нее определит суд.